Привет, меня зовут Гульнас, и сегодня в рубрике моделирование мы создадим вот такое платье-рубашку. Нас интересует деталь со складками и построение стойки. Вы можете выбирать контрастные ткани, накладывать поверх гипюр. Сегодня мы поймем, как это делается, и вы сможете с легкостью применить это на практике. Для создания такого платья-рубашки нам необходимо лековое платье, а вернее базовая конструкция плечевого изделия, состоящая из полочки передней половинки изделия, спинки, задней половинки и простого вточного одношовного рукава. На самом деле здесь подойдет и лекала плоского, прямого кроя. По аналогии можно скроить и платье-рубашку силуэту оверсайз с пониженным плечом. На картинке плечо как раз пониженное. Одним словом, на ваш вкус, нас сегодня больше интересует создание детали по полочке со складками, стойка и планка с пуговицами. Такие лекалы можно построить по любому учебнику по конструированию женской одежды. Я построила по своему пособию инструкцию по конструированию женской одежды. Кстати, по ней вы сможете создать не только лекалы платья, но и научитесь снимать мерки, строить юбки, брюки и моделировать их. Пособие стоит 250 рублей. Для заказа напишите мне на почту happinesssobachka.gmail.com Итак, начнем с детали полочки. Здесь очевидно, что линия горловины, стандартная линия горловины, опущена. Мы можем не учитывать этот момент, но при необходимости вы просто можете нарисовать линию, отступив визуально до 2-3 сантиметра, и обозначить новую линию горловины. Все делается очень просто. К планке мы вернемся чуть позже. Итак, основная конструктивная линия у нас идет по детали на полочке. Эта деталь начинается примерно от середины плечевого среза и заканчивается практически на уровне талии. Визуально на 4-5 сантиметров выше уровня талии. Теперь плавной линией нам необходимо соединить эти две точки. Также для того, чтобы исключить талевую и нагрудную вытачку, мы продолжим их линии дальше. То есть от конца проводим линию до пересечения с конструктивной линией детали. Теперь можем разрезать полочку по всем линиям. Полоску от среза горловины мы отделяем, она нам не нужна. На грудную вытачку мы закрываем, и она открывается в плечевом срезе. Также мы закрываем талевую вытачку, и она открывается снизу детали вдоль середины полочки. Теперь эту общую боковую деталь мы можем отделить. Нам необходимо подровнять срез по боковой детали. Просто сглаживаем углы буквально на 1 сантиметр вовнутрь, и лишнее срезаем. Также мы видим, что силуэт свободный, поэтому можем опустить перпендикуляры от начала бокового среза, от уровня проймы до уровня талии. Ну что ж, а теперь приступим к центральной детали. И мы видим, что по ней заложено 4 широкие складки. Также посередине полочки есть планка. Планка с пуговицами. Визуально ширина этой планки примерно 2 сантиметра. Это означает, что 1 сантиметр относится к правой половинке, например, полочке, а 1 сантиметр к левой. Соответственно, мы можем от середины полочки отложить 1 сантиметр, с которым мы не можем работать, поскольку он предназначен для пуговиц, для застежки. Но оставшийся участок нам необходимо разбить на 4 одинаковые складки. Мы видим, что сверху есть небольшой участок, по которому складка не закладывается. Этот участок остается прежним, поэтому моделировать мы его не будем. Оставшуюся ширину нам необходимо разделить на 4 полосы. Соответственно, находим примерно середину, проводим вертикаль в параллельную середине полочки, и у каждой половинки также находим середину. Теперь разрежем по этим линиям. Разрезали между собой детали, и теперь нам необходимо будет их раздвинуть на ширину складки. Но поскольку каждая складка двуслойная, то нам необходимо будет расстояние между ними сделать двойным. То есть, в пример, если ширина полоски складки в готовом виде равна 3 сантиметрам, то расстояние между первой и второй деталью должно быть равно 6 сантиметрам. Таким образом, мы раздвинули их на расстояние, равное двойной ширине каждой из полос, каждый из складок в готовом виде. Также мы должны расположить их по отношению друг к другу так, чтобы правый угол первой детали был на одном и том же уровне, как и левый кончик второй детали. Далее у нас эта лесенка поднимается. Таким образом, мы просто должны горизонтально соединить края деталей между собой. И линия должна быть горизонтальной. Если линия получилась под углом, значит вы где-то слишком сместили деталь. То же самое сверху, по горизонтали соединяем концы. И линии всегда должны быть строго горизонтальными. Таким образом, деталь цельнокрайонная, то есть никаких швов и разрезов между деталями. Мы краем такую деталь с припусками на швы, по всем срезам, по горловине срезы также повторяют форму. Если по горловине мы оставляем, к примеру, 5 мм, то по плечевому срезу уже 1 см, по рельефному срезу также 1 см. А что касается планки, она здесь может быть цельнокрайонной, а можно сделать ее отдельно, на строчной после. То есть отдельно заготовить центральную деталь, сформировав в ней складки, отдельно заготовить боковую деталь и настрочить единой полоской планку. Можно обработать отдельно планку у центральной детали и отдельно по изделию ниже детали со складками. Но на картинке для деталей со складками своя цельнокрайонная планка, насколько я вижу. Дальше по юбочной части идет отдельная планка, также цельнокрайоны. Итак, если вы хотите сделать планку цельнокрайонной, то от середины полочки необходимо отложить значение, ширину половины планки, для того чтобы теперь она в готовом виде стала 2 см шириной. Далее добавляем еще одну ширину планки, для того чтобы отогнуть этот припуск наизнанку и обработать срезы. И еще полсантиметра, либо сантиметр на обработку среза, для того чтобы подогнуть срезы вовнутрь и скрыть их. Таким образом нам необходимо добавить к середине полочки как минимум 4 см. При желании вы можете сделать планку трехслойной, то есть вместо сантиметра отложить 2 см, для того чтобы сложить ее 2 раза и застрочить. Промежутки между каждой деталью необходимо будет сложить в складку, то есть пополам, и заутюжить ее в сторону бокового шва, то есть от планки. Вначале мы заготавливаем полностью центральную деталь, формируем каждую из складок. То есть необходимо сложить ее пополам и заутюжить от планки. Таким образом, после того, как вы сложите все складки, у вас основные детали должны быть перекрыты. Разумеется, и после того, как вы сформируете все складки, деталь должна быть такой формы, какую она имела до моделирования, то есть когда полоски были вместе. Ну и что касается воротника стойки, то для построения такого воротника нам необходимо замерить длину горловины по спинке и длину горловины по полочке. От одной точки вправо необходимо отложить длину горловины по спинке, по прямой. Сделать отметку и дальше отложить непрерывно длину горловины по полочке. Далее необходимо решить, какой ширины будет планка. На картинке это примерно 2-3 сантиметра. Откладываем 2-3 сантиметра вдоль горловины по спинке, а вот по горловине в области полочки будет небольшой изгиб. Нам необходимо внешнюю крайнюю правую точку поднять на 2-3 сантиметра. Наиболее стандартная величина при пошиве классических рубашек и блуз. Затем точку между горловиной спинки и горловиной полочки необходимо плавно привести к повышенной точке. И эта линия будет нижним срезом воротника стойки. Теперь от этого нового нижнего среза необходимо дальше продолжить откладывание на 3 сантиметра, либо на ту ширину, которую вы выбрали. На конце горловины перпендикулярно к нижнему срезу проводим линию наверх, то есть на 90 градусов. И при желании округляем верхний угол. И на этом стойка будет готова. Следите за тем, чтобы не было никаких острых, неорганичных. Стойка должна быть плавной и округлой. В детали крается взгиб посередине спинки, то есть она продолжается. Ну что ж, платье-рубашка готова. Мы не обсуждали полностью это изделие. Нас интересовало большей частью необычные детали, о которых мы не говорили ранее. Если у вас есть интересные модели и вы хотели бы узнать, как они созданы, то обязательно присылайте мне эти картинки, пожалуйста, в хорошем качестве и желательно с указанием автора. На почту happiness.gmail.com И, возможно, ваш образ, ваше платье, ваша модель будет рассмотрена в следующем выпуске. Я желаю вам успешного дня. Я знаю, у вас точно все получится. С вами была Гульнас. До встречи. Пока.